Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. У нас в детском саду есть мальчик 5 лет. Мальчик воспитателя не слушается, но рук встает и уходит. Ему ничего не интересно. На замечания воспитателя не реагирует вообще, не слышит их. Вчера на тихом часу стал сугромить, постель перевернул. Уговором воспитателя не поддавался, стал по кроватам ходить. Другим мешается по детям. Вызвали папу. Папа дал ему попопера. При разговоре с папой воспитатель употребил слово «также», имея в виду, что ребенок ведет себя «также», всегда и уговором не передается. Так что папа, конечно, оправдировал не совсем корректно это словами, что значит «также». Мама ребенку уже в открытию говорит, что она не справляется, она не знает, что делать. Постоянно ребенку подкупает деньгами, чтобы тот пошел в сад. Как сладить с ребенком, какие меры предпринять, чтобы сделать, чтобы ребенок услышал. Воспитатель заняла позицию, как и мама, что она тоже ничего не может с таким ребенком поделать. Сил нет и вообще хочется уволиться. Кристина, ну не совсем понятно, кто вы в этой ситуации, кто хочет уволиться и у кого нет сил, это первое. Второе, конечно, понятно, что с психологической точки зрения ребенок не является, как бы, находящимся в благополучной семье. То есть, к сожалению, есть определенные сложности в семье очевидно. То есть, в целом, я бы сказал, что у ребенка отсутствует опыт эмоциональной близости. И то, что он делает сейчас, очень похоже на попытку привлечь к себе внимание, что в принципе у него получается. Идея заключается в том, что это внимание он получает. Соответственно, если он получает это внимание, то вряд ли ему нужно в таком случае что-то менять. Вряд ли ему нужно в таком случае вести себя как-то иначе, по-другому, вот. Ну, как бы, а зачем? Зачем, если, в принципе, все получается и так, да? Зачем вести себя? И зачем вести себя по-другому, если все и так хорошо? Если он получает по итогу то, что хочет. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь нужно посмотреть на какие вектора коммуникации откликается ребенок. Вот. А в этих векторах с ним коммуницировать. И в целом как-то вот просить его рассказывать. то есть, точнее, рассказать, попросить его рассказать о том, что его беспокоит. То есть, ну, просто вот попросить рассказать о семье, да, там, о том, как он себя чувствует, значит, в семье и так далее. Вот. То есть, я бы вот так как-то, пожалуй, бы вам ответил бы в данном случае. Вот. Ну, понятно, что можно воспользоваться проективными методиками, да? То есть, можно воспользоваться таким приемом, как, допустим, ну, рисование, да, то есть попросить что-то нарисовать или попросить что-то построить. А вот дети достаточно хорошо на это реагируют. То есть посмотреть, опять же, что ему нравится из игр, да, и вот как-то попробовать, ну, поиграть с ним в определенную, ну, в определенную игру, которая ему как-то была бы подуша. Вот, вот такая, вот так мне это видится на данный момент. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.